Я думаю, не нужно объяснять, кто у нас в стране король пародий. Кто делает их лучше и смешнее всех? Конечно же, это я. За моей спиной огромное количество пародий на самых разных людей. Звезды эстрады, известные актеры, политики. За мной по праву закрепилось звание лучшего пародиста. Но, если честно, в глубине души я всегда мечтал о другом. Я мечтал быть разноплановым артистом, играть сложные и глубокие роли, а не просто копировать известные голоса. Мне хотелось сделать искусство, которое могло бы вдохновлять людей. А я в итоге изображаю Галкина. Мне от этого немножко грустно. И даже больно. Но сегодня я готов встать на шаг ближе к своей мечте. У меня для этого есть все необходимое. Это идея собственного сериала и аккаунт на Бусти. Это сервис, благодаря которому подписчики могут поддержать любимых авторов рублем. Именно там мы будем собирать средства на проект нашей мечты. И тех, кто захочет нас поддержать, ждут приятные сюрпризы. Это бэкстейджи и эксклюзивные материалы. Чтобы все это увидеть, призываю вас подписаться на мой Бусти. Другим авторам я рекомендую попробовать Бусти самим. Преимуществ масса. Возможность ставить глобальные цели для сбора средств. Быстрый вывод денег. Гибкая настройка подписок. И куча средств для общения с самыми преданными фанатами. И все это за минимальную комиссию в 10%. Спасибо за внимание. А теперь можете наслаждаться очередной моей шидоверальной пародией. Всем кинки-пати. С вами Максим Галкин и новый сезон шоу «Музыкалити». Сегодня у нас в гостях представитель тиктока и хайпа. Человек, который заработал на ягодке больше, чем любая бабушка в нашей стране. Певец Хабиб. Здравствуйте. Здравствуйте. А за мудрость и опыт у нас сегодня отвечает многократный чемпион по вызыванию уважения, искусствовед боевых искусств и просто замечательный профессиональный лепщик пельменей из ушей своих соперников Хабиб Нурмагомедов. Приветствую всех. Ну что, парни, вы вообще как-то знакомы с творчеством друг друга? Конечно. Я ваш большой поклонник. Я горжусь, что в нашей стране есть такие люди, как вы. Спасибо, что вдохновляете на большие мечты. Да-да-да, нормально все. И ты в целом парень нормальный. Один момент только. Имя меняй свое. Хабиб может быть только один. Понял? Понял, я тебя спрашиваю? Понял. То-то же. Я хочу, чтобы все поняли, что Хабиб один. Что не может быть другого Хабиба нигде и ни в чем. Чтобы все это точно поняли, я кое-что приготовил. Песню сейчас поставлю. Ягода малинка, оп-оп-оп. Крути головой, залетает в топ. Какая ты грустинка, холодная лька льдинка хлопает. Глазами влево-вправо в потолок, хлоп-хлоп. No criminality, just musicality. Любовь это ты. Любовь это я. Но если сложить, то надо заменить и убрать букву И, то любовь это я. Так больно вставать, когда ты упал. Но мне помогло то, что в трудный момент Супер Жорик сказал. Что будет тумба-юмба, что будет тру-ту-тумба, что будет чипурумба, красавица, привет. Что будет тумба-юмба, что будет тру-ту-тумба, что будет чипурумба, садись на мой мопед. Я говорю, я выключу. Все, хватит. Как все уже, наверное, догадались, это была у нас сейчас новая совместная коллаборация от Эльдара Джарахова и, кто бы мог подумать, Супер Жорика, которая называется «Все будет трумбо-юмбо». Ну что, ребят, как вам трек? Давайте, как вот трек тебе, Жорик. Супер! А тебе, Эльдар. Это не трек, это вообще разъебать. Легендарная коллаборация. Кстати, трек родился из сниппета, который я придумал во сне, облеванный на вписке в Dream Team House. Кто бы мог подумать, что в итоге трек станет главным хитом 2022 года. Кстати, в наших силах продлите ему жизнь в чартах. Для этого слушайте трек на всех площадках, снимайте под него видосы в ТикТок, отмечайте меня в сториз. А самое главное, ставьте трек на репит, чтобы было больше прослушивания, у меня было больше квартир. Да же, Жорик? Зорик. А ты, Макс, что сидишь? Ты что, не слышишь, что я говорю? Я же прям тут рядом с тобой это говорю, ну, про вот эти, про репиты, ты можешь что-то тоже поставить на репит, чтобы было круто, чтобы были прослушивания, чувак. Окей, чувак. А сейчас... Извините. Максик, слушай, я все в дорогу собрала, ну, представляешь, билеты найти не могу. Везде искал, и в оранжерее, и в доме для статуи, и в клетке Лигра. Аллочка, любимая, ты не там ищешь. Я же тебе говорил, искать надо было на авиасейлз. Более того, я уже все поискал, нашел и купил. Поэтому ты садись на чемодан и жди меня. Целую. Авиасейлз. А у нас в студии Шарлотт и его продюсер. Спасибо, Максим, дальше я сам. Мне пришлось заставить этого человека прийти сюда. Вы знаете, я написал в своем инстаграме, что если он не придет, то я отрежу свои яички. Он пришел, но я все равно их отрезал. Господи. В знак протеста против давления лейблов на артистов. Зачем ты это сделал? Не давите на меня. Я хочу делать то, что я хочу, а не то, что вы мне прикажете. Я, честно говоря, не понимаю, что ты хочешь. Мы же уже выполнили все свои обязательства и выплатили тебе полагающееся отчисление. Вы до сих пор держите в заложниках мой главный хит. Да мы не держим его в заложниках. Мы его не выпускаем, потому что нам кажется, что он слегка недоработан. Значит так. Если вы сейчас же, прямо в этой студии, не включите мою песню, то я на глазах у всех перед камерами съем свои яички. Давайте не будем травмировать зрителя. Максим, я сейчас вам отправлю трек. Давайте, конечно. Все включаем. Ой, там за озером козел Я поплакал бы его, но мне папа не дает. Я поплакал на ковер, я покакал на порог. Я играл со своим псом возле парка гелышом. Ноу криминалити, джаз музыкалити. Ну что, Боря, как ты думаешь, кто это исполняет? Кто поет, не знаю, но во мне отзывается. Хорошая песня. А вот представляешь, это наши ребята, собственно, и исполняют. Гейн. Гейн. Молодцы, молодцы. Мой вам респект. Я вообще вижу в вас молодого себя. Вы продолжатели моего дела. Спасибо, старичок. Приятно слышать, реально. Нам тоже всегда нравилось твое творчество. Мы твою дискографию до дыр затерли. Мойотик не совы. Да-да-да, голубая луна. Легенда. Легенда. Я хочу с вами фит. Без проблем, мужик, запрыгивай. Пропишем тебя на Melon Music. Вообще без вопросов. Думе с этим дерьмом поебется. Я безумно рад, что вы так быстро, так здорово нашли общий язык. А сейчас давайте узнаем, что по поводу этого трека думает самый обычный, средний, ничем не примечательный человек с улицы. Йо, всем привет. Это Давид ГСПД. Муж и продюсер Дэд Блонд. Ну, который трек «Мальчик на девятке», знаете, да? Ну, вот этот трек, который «А мой мальчик едет на девятке». Ну, все знают. Ну, что, давайте трек включайте. Ну, что же, я знаю, что вам важно услышать мое мнение, так как я сделал вклад в культуру. Я напоминаю, я являюсь мужем и продюсером Дэд Блонд. Ну, это который, вот этот трек «Мальчик на девятке», знаете, да? Ну, что вы, по поводу того, что вы меня включили, ну, это, конечно, зашквар полнейший. Это не вклад в культуру вообще, это вклад члена в очко. Я такое не люблю. Ставлю. Это я, в смысле, ноль ставлю, это не очко. Очко я не ставлю. Ну и пидор. А у нас сегодня в гостях молодой перспективный хип-хоп-РНВ-исполнитель Егор Шип и глава Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрикин. Александр Иванович, я правильно понимаю, вы наше шоу не видели? Давайте я вам объясню. Мы тут ставим баллы за песни. Ага, ага, баллы. Поэтому давайте сейчас послушаем. Готовы? Поехали! Поехали. Мы с тобой так не похожи, но жить друг без друга мы не можем. Почему так больно, Боже? Скажи, почему так больно, Боже? Я взрываюсь изнутри, разлетаюсь на осколки. И эти осколки, тоже на осколки. Потом эти осколки, снова на осколки. Мелкие настолько, что их не соберешь. Я взрываюсь изнутри, разлетаюсь на осколки. И эти осколки, тоже на осколки. Потом эти осколки, снова на осколки. Мелкие настолько, что их не соберешь. Ну что, Александр Иванович, как вам песня? Это, если что, мой трек. Да. Спасибо, что сказали. Я услышал в этой композиции неоднозначные смыслы Поэтому предлагаю переслушать композицию Чтобы точно понять ее посыл Максим, дайте мне мигалочку Разжигание межнациональной розни Склонение к суициду Оскорбление чувств верующих Еще одно оскорбление чувств верующих Это призыв к терроризму, все понятно Итого 11 Александр Иванович, вы простите, конечно, но у нас в программе баллов можно максимум 10 Это не баллы, это срок, на который Егор Крид отправится в тюремное заключение И поверь, он мог быть гораздо больше, чем 10 Это я еще довольно мягко посчитал Забирайте А у нас в студии Maybe Baby И MC Киселев Привет, привет Где вы были 8 лет? А мы начинаем наш топ С композицией На моем черном мерсе Ви На моем белом мерсе Зет А спасибо, конечно, Дмитрий Но давайте все-таки послушаем трек Цени рифмовку Лови боеголовку Радиоактивный пепел Стряхну тебе на головку Так, Дмитрий Мне не очень нравятся вот эти ваши рифмы Это моя программа И я не хочу, чтобы подобное творчество в ней было А знаете что, Максим? Если вы против того, чтобы я говорил это в этой программе То вы попросту предатель своей программы Чего, блядь? Как я могу быть предателем своей программы? Если я ее бессменный ведущий Уже не бессменный По решению сверху Со следующего выпуска Эту программу ведет Ольга Скобеева Ах так Я вас понял Хорошо Я уйду Я уйду, но знаете Я обязательно вернусь Когда таких людей, как вы И Ольга Скобеева Здесь больше не будет Прощайте Эй, бэйби Ю, инакент Мэйби No banditas Just little business No criminality Just musicality Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok